Спасибо за добро! 20 активистов волонтерского центра Одинцовского городского округа принимают заслуженные награды. В период коронавируса Анна Колесникова активно помогала пожилым людям и нуждающимся. Волонтерской деятельностью занимается более 7 лет. Говорит, по-другому уже не может. Мы по-другому не можем. Просто не можем. Когда ты смотришь на людей, которым очень тяжело, это внутреннее ощущение безысходности. Причем чаще всего помогать приходится людям не тем, кто просит помощи, а иногда ты смотришь на человека, а у него взгляд потухший, и он уже не ждет ни от кого помощи. И таким людям очень хочется помогать. Получать благодарственные письма с такими почестями для волонтеров очень волнительно. Им привычнее проявлять заботу и внимание самим. Летчик-космонавт, герой России Максим Сураев от души поздравил и поблагодарил активистов. У нас проводится эта акция, причем это федеральная акция, которая называется «Спасибо за добро». Пришло время сказать спасибо. И вот мы в этом прекрасном месте, в парке «Патриот», сегодня провели и наградили самых активных волонтеров. Потому что всех, конечно, объять мы не можем, хотя мы стараемся. Самых активных наградили и сказали им огромное спасибо. Место проведения церемонии, территория главного храма Минобороны в парке «Патриот» выбрана не случайно. Экскурсия по храму и музейному комплексу – главный подарок за труды. Лучшей благодарности и быть не может, говорят волонтеры. Все это образует совершенно особенную историю, потому что наш комплекс, он многослойный. Мы сейчас видим в комплексе депозитарий, в которых находятся капсулы с частицами земли со всех воинских захоронений 44 стран мира. Поэтому мне кажется, что мы становимся такой новой точкой притяжения, которую должен посетить каждый россиянин, каждый гость нашего государства. Сочетание истории, красоты и духовной силы. Главный храм Вооруженных сил России – один из самых высоких в мире. Центральный купол весом 10 тонн напоминает шлем святого князя Александра Невского. В чугунных плитах крылец храма – сплав металла из уничтоженного оружия, поверженного вермахта. В этом храме все очень символично. Например, высота главной колокольни – 75 метров, в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне. Убранство внутри не имеет аналогов в мире. Стены и потолок украшает мозаика с ликами святых. Ее площадь составляет более 2500 квадратных метров. От такой красоты в душе наступает благодать, призналась волонтер Марина Рыжкова. Все, кто хотят исправиться своей жизнью, мне кажется, надо приезжать сюда, потому что лики святых здесь сделаны настолько душевно. В этот храм чувствуется вложенная любовь, когда его строили. Поэтому здесь ты становишься другим немножко человеком. Настоящим сюрпризом и для гостей, и для организаторов оказалась возможность подняться на самый верх. Мы находимся на высоте более 90 метров. Сюда, на смотровую площадку, практически никого не пускают. Сегодня для экскурсии волонтеров сделали исключение. Группа волонтеров посетила музейный комплекс «Дорога памяти». Галерея имеет длину 1418 шагов. Именно столько дней и ночей шла война. Пожарища, взрывы, поля сражений, эпизоды жизни блокадного Ленинграда – все реально. И лица героев, наших прадедов, спасителей Родины. Десятки миллионов фото – герои из прошлого. Волонтеры – герои сегодняшних дней, достойны их памяти. Их подвиг – ежедневный доброводческий труд.